приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами снова про 11 левел вышло обновление информации на странице с таймером показали видосик про новый снаряд бронебойно-опериодный подкалиберный снаряд так называемые бобсы следующее обновление информации на этой странице будет 16 07 получается у нас во вторник как обычно уже в 14 00 вот из видосика я вам вырезал дикальку как выглядит я так понимаю пробитие этим новым снарядом этот новый снаряд будет быстрее подкалибера и будет у всех танков 11 уровня принципе все вот вся информация также по соцсетям я полазил и понял что далеко не всем очень заметная часть игроков не оценили эти снаряды что-то они им не нравятся но я думаю что разработчики поступят как обычно в своей манере они сначала что-то новое добавят в игру а потом даже если это и не нравится игрокам они просто забьют да и все в принципе стандартная схема как они делают всегда у нас в игре самый быстрый подкалибер вроде как 1700 метров секунду к 91 там особо упреждения тоже не надо брать это если начинать тему про то что на 11 уровне не надо будет брать упреждения ну во первых там все танки тяжелые и чаще всего вы будете стреляться на ближней средней дистанции а вот это вот стрельбу с упреждением вдаль не так уж часто мы будем видеть но в любом случае такими снарядами легче стрелять поскольку на рельефе когда вдаль стреляешь он не так сильно перекашивается не так сильно летит по дуге и улетает за горизонт куда-то в космос также если соперник где-то там проезжает в небольшой простреливаемой зоне у вас больше шансов успеть туда стрельнуть чтобы снаряд долетел в любом случае больше шанса нанести урон также есть люди которые не особо берут упреждения и эти снаряды видимо им еще сильнее помогут это делать не знаю какая будет скорость у этих бобсов может быть 2000 может быть меньше может быть больше быстрее подкалиберов это цифра какая-то такая растяжимая также народные деятели уже начали сравнивать дикальку пробития бобсов с конкурентами и видите ли у конкурентов нарисовано лучше чем у нас я так понимаю что вот эти вот перья так называемую на бронебой на подкалиберном снаряде они не пробивают вражескую броню но от них остаются отметины а в дикальке пробития в мире танков которую нам показали на видосе так нарисовано как будто бы они тоже пробивают может быть это сделано для того чтобы это дикалька сильнее отличалась от остальных ее было лучше видно может быть нет поскольку я не видел в мире танков другой вариант я видел только этот но мне кажется что в любом случае самый нормальный вариант это цветной в моде с цветными дикальками пробития где лучше видно по цветам куда она попала куда пробила я долгие годы не пользовался цветными дикальками пробития и потом когда один раз попробовал понял насколько это удобно классно и офигенно. Оно не слишком сильно портит там вид, но насколько же оно дает быструю информацию куда что попало и с каким результатом. Поэтому в любом случае я буду пользоваться скорее всего цветными декальками пробития. У этого бобса будет какой-нибудь цветной след, который будет хорошо, ярко видно. А вот эти вот черточки там и остальную фигню мне, честно говоря, все равно на это. Но я так понял более исторично, более реалистично декалька, где перья от бобса не пробивают броню, поскольку, но они маленькие, тоненькие, они служат для того, чтобы снаряд ровно быстро летел. А у Лесты видимо это что-то очень невероятное, раз оно тоже броню пробивает. Может быть какую-то фольгу оно и пробьет, но мы же не в фольгу стреляем. Хотя разрабы там не знаю, во что они стреляют. Ну и также еще радует новость ищем комьюнити менеджера. Сразу после 11 уровня им понадобился комьюнити менеджер. Чел, который будет работать с игровыми событиями, взаимодействовать с аудиторией на разных площадках, работать с модераторами, волонтерами, анализируют комментарии игроков и готовят дайджесты на основе полученной информации. То есть те самые челы, которые недавно ответы разработчиков делали, которые я так понимаю вам очень сильно понравились, эти легендарные очень важные и нужные ответы. Те самые нужные челы в игре, которые игрой вообще не занимаются. Видимо людей, которые игрой занимаются достаточно, поскольку все равно ничего нужного и толкового в игре не делается. Добавляют какие-то старые танки, которые 10 лет тестируются на 11 левел. Нарисовали одну декальку нового снаряда. Сам снаряд на сервере и на клиенте это просто пиксель. В принципе все, готово в релиз. А еще скиллы. Вау. Скиллы это просто кнопочки, как в натиске там, или еще где-нибудь, которые ты просто нажал там, или как в линии фронта, и что-то там сработало. Невероятно. А вот исправить 10-летней давности косяки, которые нас каждый бой бесит, на это времени нет. А вот какую-то новую фигню в игру добавить, или взять комьюнити менеджера, на это всегда найдется время и бабки. Также меня очень сильно достало, то, что какой танк не купи, какой бы он дорогой не был, за конструкторское бюро, или еще за что-нибудь, все равно ты попадаешь в эти дурацкие двухминутные турбо бои, где у тебя либо союзники, либо враги исчезают буквально за 2 минуты, в десятером с нулем, и все эти 2 минуты тебя просто арта поливает. Вот это меня уже достало. Сколько бы там мета не менялось, все равно бои быстрые на месте, и каждый бой 2 арты, которые поливают активных игроков, тоже на месте. Эта фигня не меняется, и бои как-то не улучшаются абсолютно. Подобавляли каких-то там ремок, которые 3 секунды делают, гусеницу неувезимой. Подобавляли каких-то лампочек новых, чтобы видимо игроки жили дольше, но они умудряются еще быстрее дохнуть. Подобавляли кучу мелкой фигни, которая только еще быстрее сделала бои. Хотя на мой взгляд нет проблемы в том, что бои медленные, есть проблемы в том, что бои быстрые, но такое ощущение, что работают в противоположном направлении. Не дай бог бой закончится дольше 3 минут, как будто бы тогда зря игрой занимались. И тут они добавляют танки 11 уровня с новым снарядом, который быстро летит. Еще и пробивает, я так понимаю, тоже нехило. Что я могу сказать? Но это же точно не ускорит игру. Вообще нет. В общем и целом, я сделал правильные выводы и отменил платную подписку. Раз игра развивается в каком-то неведомом направлении, то пускай в это неведомое направление направляются не за счет моих денег. Да и все равно в платной подписке танкам я премиумным не пользуюсь. Прокачка экипажа я не пользуюсь. Бесплатным демонтажем белого оборудования не пользуюсь. Остается только увеличенный фарм примерно на 5000 за бой серебра, сейв с золотом, а также увеличенные награды за ежедневные задачи. То есть те самые плюшки, которые еще нужно отработать, накатывая кучу боев. А те плюшки, которые работают сами, удивительное стечение обстоятельств, что я ни одной из них не пользуюсь вообще. С вами был Варчик, радьте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok